Самуэль Батлер Как мне этот пакет потом? Как я могу его использовать? Вплоть до того, сколько времени займет процесс его биологического разложения. К слову, он займет 400 лет. При среднем сроке службы пакета 20 минут. Когда мои мечущиеся мысли упираются в этот аргумент, мне кажется, что решение лежит на поверхности. И я уже собираюсь ответить «нет, мне не нужен пакет». Но вдруг вспоминаю, что в этот час вряд ли удастся припарковаться ближе, чем в 50 метрах от подъезда. А значит, нести покупки в руках придется не только до машины, но и потом через горы грязного талого снега до квартиры. И все начинается сначала. На лице продавщицы появляется отражение мыслей, не самых приятных. Очередь меня ненавидит. Я себя ненавижу. Я ненавижу пакет. Пакет ненавидит меня. От ростущего напряжения сводит шею. И я делаю непроизвольное движение головой, которое продавщица принимает за да или нет, по ее усмотрению. Все объяснимо, если знать, что я родилась под созвездием весов. Две колеблющиеся чашели — это мотив моей жизни. Ежедневно я борюсь сама с собой и договариваюсь сама с собой по сто раз в день. Началось это, когда я не могла выбрать художественный или музыкальный институт. Потом я долго думала, на какой дизайн поступить, на графический или интерьерный. В итоге я довольна всеми принятыми решениями, которые мне так нелегко давались. Закончив графический дизайн в институте, я очень успешно работала по специальности. Делала культовым музыкантом обложки для альбомов, пока судьба не дала мне возможность попробовать себя в дизайне интерьера. И тут у меня все неплохо получалось. Проекты частных домов, ресторанов, спа. Я даже организовала выпуск собственных дизайнерских подушек для интерьера с принтами. Но однажды в ресторане мне моя подруга сказала, что нужно завязывать подушками, сделать маку с Путиным. Я посмотрела на нее с искренним недоумением. Мой главный аргумент был, что я не конъюнктурный человек и мне это неинтересно. Она сказала, ну как хочешь. Придя домой, я, конечно же, засомневалась. Я сделала принт, где президент предстал в виде батюшки-царя из пушкинской сказки с виньеткой и слоганом «Кабы я была царица, я б для батюшки-царя родила богатыря». Таких мак с моим печатником Ашотом мы напечатали ровно три. Одну я напялила на себя и пошла на светский раут. Там, пока я шла до гардероба, меня в буквальном смысле порвали двое мужчин. Они кричали, девушка, где вы это взяли? Я долго сомневалась, говорить ли им, что у меня в сумке лежат еще две, обдумывая свой прайс. Решившись, я гордо сказала, сама сделала, и у меня есть еще две. Молодые люди, ни секунды не сомневаясь, раскошелились и, вырвав у меня трофей, потащили его за свои столики. Через неделю у меня уже были первые гастроли. Моя подруга пришла в майке с царем-батюшкой в Сохо. Там ее достали с вопросами, она позвонила мне. «Приезжай, тут все хотят такую майку!» — кричала она, пытаясь переорать Бейонс. Через полчаса в Сохо очевидцы могли наблюдать картину. Я в валенках, нечесанная, с резиновыми калошами, с огромным синим киевским пакетом, веду своих курочек в туалет со словами «Пойдемте, сделаем это цивилизованно». В кабинке горит плавающая свеча, не видно даже какого цвета майки, не говоря уже о размере. Девочки орут, перебивая друг друга, складывают по 3000 рублей в раковину и довольные вываливаются из очереди. Я багрово-красного цвета, складываю свой пакет в урну и не знаю, как мне катапультироваться. Первые свои майки под принты я покупала в H&M. Сгребая весь размерный яд, проализовывала работу кассира. С этим нужно было что-то решать. Так появились мои первые партнеры. Потом я долго сомневалась, нужен ли мне мой собственный магазин. Даже на патриках я долго не могла найти место. С умилением сейчас я вспоминаю, как мы купили 2 тонны тканей в Италии, потому что я не могла выбрать, какая ткань лучше. И до последнего момента не могла решить, из чего же сделать стену в своем магазине. И двери мы перекрашивали из черного в белый, потом обратно так долго, что когда магазин открывался, я была душистой, как банка с ацетоном. А на дверях был 5-сантиметровый слой краски, в который кто-то вляпался. Часто вопрос нерешительности для меня — это вопрос этики и воспитания. Не так давно я из-за своей нерешительности не могла сделать майку с Никитой Михалковой, где он должен был предстать в бесоватой ироническом образе с позолоченным нимбом. Иконописцы, услышав задачу, нервно крутили у виска, крестились и воскурили на меня ладаном. — Не попадись на моем пути, Ксения Анатольевна Собчак, девушка в разы решительнее меня. Майки это совсем могло бы не быть. — Детка, тебе нужно срочно ко мне на перевоспитание, — сказала она после интервью на радио. Тогда я сама написала стилизацию под икону Никиты Бесогона. И было бы совсем не страшно. Как однажды удачно заметил Шекспир, наши сомнения — это предатели, которые заставляют нас лишаться многого, чего мы могли бы достичь из-за страха попытаться это сделать. Этот принцип здорово помогает делать актуальные смелые вещи. В проекте Госдеп 2 я каждую неделю делаю майки, поднимающие вопрос. На прошлой неделе мне позвонила Ксения и сказала, «Следующая тема про геев. Придумай что-нибудь». Я сказала, «Окей». Мне эта тема была очень близка, я давно собиралась делать майку на эту тему. У меня много друзей нетрадиционной ориентации, и я их очень люблю. Боялась кого-то обидеть своим слоганом, но через полчаса он был готов. Хорошие парни встречаются. На груди я решила разместить пару горячо встречающихся мужчин и сделала эту майку. Приехав домой, засмотревшись фотографии с гей-порно, решила написать пост в Твиттере. Стала его писать и хотела написать «Гей-Овердоз». И когда писала слово «Оверд», решила остановиться и подумала, «Гей-Оверд» — это же самый крутой слоган для этой майки. Как просто настолько он многогранен. И я поняла, что лучший слоган, демонстрирующий закон о запрете пропаганды гомосексуальной нетрадиционной ориентации, невозможно было придумать. Вы в итоге, наверное, поняли, что я сделала оба варианта, потому что я не смогла никакой из них выбрать. Единственное, на самом деле, самая большая моя уверенность — это профессиональная. И заключается она в том, что я знаю, что делают самые актуальные остроумные футболки, которые для меня являются манифестными проводниками моих волнений и эмоций. И я точно уверена, что лучше меня никто этого не делает. Я нашла новый формат средств массовой информации и коммуникации, возможности задуматься, поставить вопрос. И при этом свою слабость принятия решений я сделала своим козырем. Ни в одном слогане на моих майках нет категоричности и однозначности. Я не предлагаю людям надевать на себя мои политические убеждения или пристрастия в искусстве, мои суждения о светских персонажах или мои философские воззрения. Я лишь ставлю вопрос, предлагаю задуматься. Ответить на него я предоставляю возможность тем, кто любит мои вещи. Ну, или не любит. Спасибо!